От Алтая до Белого моря. Земли, где кочевали наши предки. Научная экспедиция Бабалары Замен продолжает идти по следам прадцов. Пилигрим 21 века Саппар и Скаков вместе с группой исследователей уже побывал более чем в 40 странах мира. Учёные раскрывают волнующие тайны прошлого. Удивительная история большого путешествия в программе «По следам предков». Сегодня в программе. Последняя книга Ахмета Байтурсынова. Где она хранится? Зачем Алиби Джангильдин объездил весь мир? Почему Мухтар Ауэзов оставил учёбу в Москве и вернулся на родину? Алматы раскинулся в белоснежных предгорьях Алатау. Сейчас это крупнейший мегаполис Казахстана. Город словно мудрый Аксакал, который хранит в себе многовековую историю и безупречно сочетает её с современностью. В прошлых фильмах мы рассказывали о том, как всё начиналось, то есть о периоде древности. Сегодняшняя тема – герои независимости. Это выдающиеся личности, которые жили здесь и боролись за свободу Родины. Экскурс в историю Алматы 20-го столетия участники научной экспедиции «По следам предков» начали с посещения кладбища. Здесь похоронены выдающиеся личности, оставившие свой неизгладимый след в летописи Великой степи. Это первый казахский путешественник Алиби Джангильдин с супругой Софией Кинжиной, первооткрыватель многочисленных залежей полезных ископаемых, знаменитый геолог Каныш Сатпаев, автор романа «Путь Абая» Мухтар Ауэзов, основатель казахского кино, режиссёр Шакен Айманов, человек, поднявший на профессиональный уровень национальное театральное искусство Мукан Толибаев, прославивший казахскую оперу на весь мир, народный певец Акын и композитор Иса Байзаков, культурный и литературный деятель Илья Сумаров, а также Ахмед Жубанов, который показал всем величие степной музыки и стойкий защитник интересов народа Сагалбай Жанбаев. В условиях создания Советского Союза был один небольшой пункт. Он гласил, что у каждой республики было право выйти из состава Союза. Однако этим в своё время воспользовалась только Финляндия. Она вышла из Союза. Другие не смогли. Выдающиеся сыны казахского народа, которые боролись за независимость и мечтали об отдельном государстве, все были признаны врагами народа и расстреляны. Да, если бы они были живы, многое бы сделали для народа. На пересечении улиц Ахмеда Байтурсынова и Жамбыла Жабаева есть старый дом, построенный в XIX веке. Именно в нём свои последние дни провёл один из самых ярких представителей Алаша, видный государственный деятель Ахмед Байтурсынов. Дом-музей открылся в 1998 году 12 сентября. С тех пор это место, по сути, стало центром пропаганды национальных ценностей. Национальному духу народа, его основному стержню, посвящена специальная доска. Надписи на ней также рассказывают, каким был и как формировалась личность народного просветителя. Перо было его основным оружием в борьбе с произволом властей. В 13 лет Ахмед Байтурсынов стал свидетелем расправы над семьёй. Его отца сослали в ссылку. Перед ссылкой отец Ахмеда Байтурсынова сказал, «Сожалею о том, что не знаю языка русских и не могу объяснять царской власти всё, что происходит вокруг. Весь этот произвол. Мой сын обязательно должен знать этот язык». Так Ахмед Байтурсынов начал изучать русский. Маленький Ахмед сначала учился в двухлетней русско-казахской школе в Тургае, затем 4 года в Оренбурге. После вернулся домой и приступил к обучению детей. В Актюбинском, Костанайском и Каркаролинском уездах. Именно в это время он знакомится со своей будущей женой, Александрой Ивановной. Когда они поженились, Ахмеду было 25, а Александре – 19. Она была русской христианкой. В то время брак между мусульманином и христианкой не был возможен. Поэтому Александра на протяжении трёх месяцев обучалась основам ислама в татарской мечети города Троицк и приняла мусульманскую веру. У неё появилось новое имя – Бадрисафа, что в переводе означает «чистая полная луна». Так Ахмед и Бадрисафа стали мужем и женой. По словам директора музея, создав семью, они оба стали читать намаз. Они вместе начинали свою трудовую деятельность учителями в Аулиякольской аульной школе. Вот тогда познакомились и полюбили друг друга. В их честь там даже есть озеро, которое называется Мугалемколь, то есть учительское озеро. По словам исследователей, в биографии просветителя есть версии о том, что Байтурсынов женился на русской девушке, которая носила ему в тюрьму передачи. Но на самом деле было вовсе не так. И тому есть письменные подтверждения. Когда Ахмед Байтурсынов впервые оказался в тюрьме, Александра Ивановна написала «1 июля в Каркаролинске арестован мой муж». Первый учитель казахской степи пережил немало невзгод. Своевидение решения проблем казахов по различным направлениям и сферам Ахмед Байтурсынов публиковал в газетах и доводил до властей. В 1920 году он написал письмо Ленину, которым изложил требования о передаче власти на территории казахской земли местным коммунистам-казахам. Позже такое же письмо направил Сталину. Их тексты набирались на этой печатной машинке. Есть еще два предмета, которыми пользовался Байтурсынов. Это чемодан и сундук. Чемодан был подарен другу, а сундук в тяжелые времена жена просветителя Бадресафа продала за 50 рублей. Эти деньги нужны были на дорогу в Казаларду, где находился в заключении муж. Он содействовал сбору информации для книги Александра Затаевича «Тысячи песен казахского народа». Байтурсынова вполне можно назвать соавтором этого сборника. А сколько произведений просветителя по разным причинам не вышли в свет. Одно из них – «Мадиньет тариха» – «История культуры». После написания «Мадиньет тариха» Ахмеду Байтурсынову пришлось нелегко. В этой книге он писал «Если русская культура будет продолжать так же влиять на казахскую, то уже совсем скоро казахские школы превратятся в русские, а мечети в церкви». Конечно, подобное не понравилось властвовавшим в степи большевикам, которые в точности или скорее все преувеличив, донесли это наверх. Книга не прошла цензуру. Однако, по некоторым данным, есть несколько экземпляров произведения. Одна книга хранится в американской библиотеке, другая в Оксфорде. Есть такая книга и в Пекине. Я думаю, что это наследие должно быть возвращено на родину. Это вопрос государственного уровня. Надеюсь, он будет решен. В жизни этой выдающейся личности, боровшейся за интересы своей родины, было немало трудностей. Не щадя себя, Ахмед Байтурсынов прилагал усилия для свободы и процветания своей земли. Подвиг духовного учителя всегда будет в памяти народа. Есть сведения, что просветитель похоронен вблизи Алматы, в поселке Жаналок. Во время сталинских репрессий было расстреляно 22 тысячи казахстанцев, из которых 4,5 тысячи были похоронены именно здесь. А это человек, который, по сути, устроил встречу Байтурсынову с Лениным, Алиби Джангельдин, выдающийся казах, совершивший кругосветное путешествие. Первый чрезвычайный комиссар Казахстана. В 10 лет в поисках знаний он сбежал из дома, однако родители вернули его обратно. Спустя два года Алибивнов сбежал. Таким образом, ему удалось поступить на учебу в Костанайскую двухлетнюю русско-казахскую школу. После он учился в преподавательской школе в Оренбурге, затем в Казани. А чтобы бесплатно учиться, ему не то, что заставили, а посоветовали, что, значит, если ты хочешь учиться, вот тебе надо, значит, чтобы тебя приняли в академию, тебе надо принять христианство. И вот, значит, под волею этих судьбы, под волею обстоятельств, ну, он молодой, он говорит, ладно, хорошо, я буду христианин, но я все равно в душе я казах, я был казахом, я останусь казахом. Алиби Джангильдин, будучи в Казани, всегда отстаивал интересы народа. В 1905 году он активно участвовал в студенческом революционном движении. Руководство Казанской учительской семинарии, чтобы отвлечь от этих мыслей, направило его в Московскую духовную академию, на факультет истории. Но и там Алиби учился недолго. За революционные настроения его отстранили. С клеймом «антихристианина» он вынужден был эмигрировать из России. В это время к нему и пришла идея пешего кругосветного путешествия. И вот с Польши началось движение. Польша, Венгрия. В Венгрии он узнал, что там много копчаков. Есть целое, значит, поселение, громадный район, копчаковский район. И его там встретили, ну, как национального героя тоже, вот так, тоже национального героя. Значит, в музее даже где-то портрет там повесили его. Ну, и просили остаться там в Венгрии. Вот, значит, среди своих. Но он говорит, нет, я пойду дальше. Это карта малого путешествия по миру Алиби Джангильдина. Ее составил один из членов экспедиции «Последам предков», доктор географических наук, профессор Орденбек Мазбаев. На карте видна начальная точка отправки Тургай. Затем все по порядку. Москва, Петербург, Польша, Австрия, Венгрия, Сербия, Болгария, Турция, Сирия, Палестина, Египет, Мекка, Медина, Африка, остров Мадагаскар, Эль-Кувейт, Ирак, Иран, Ширас, Бомбей, Калькутта, остров Цейлон и Малайский архипелаг, Сингапур, Индокитай, Гуанчжоу, Южный Китай, остров Формоз, последняя точка пребывания – Япония. По сути, мы видим, что пройденный Джангельдиным путь очень сложный. Я думаю, это можно назвать зарождением экстремального туризма. Конечно, мы гордимся своим предком и изучаем его наследие. Наряду с картой ученые написали книгу на трех языках – казахском, русском и английском. В ней собрана вся информация, накопленная Джангельдиным во время путешествия. Пилигрим за сутки проходил порядка 40-50 километров. В общей сложности за 4 года он преодолел 12 тысяч километров. Он много снимал. Все фотографии рассказывают о жизни стран, где он побывал. Средства на путешествия он зарабатывал путем продажи своих фотографий. Джангельдин также совершил паломничество в мусульманской святыне – Мекку и Медину. А в Турции он усиленно изучал турецкий язык. В каждой стране, где он побывал, ставил печати в книгу путешественника. В ней есть пояснение, что Николай Степнов – это Алиби Джангельдин. В этой книге, в которой описывается путешествие Джангельдина, на все есть документальные подтверждения, где был, что делал и с кем встречался. Все это очень похоже на то, что сейчас делает Сапар Искаков. То есть научная экспедиция тоже все фиксирует. Это необходимо потомкам. Есть еще много того, что следует изучить. К примеру, почему Джангельдин в 1912 году после Японии посетил Калифорнию, но не продолжил намеченную кругосветку и вернулся. Это большое поле деятельности для ученых-исследователей. В 1912 году царствованию династии Романовых исполнилось 300 лет. По этому поводу была объявлена амнистия. Воспользовавшись ей, Алибиджангельдин через Сибирь приехал в Москву, а затем в Тургай. Так указывается в современных исследованиях. Но на самом деле точная причина его возвращения из Японии на родину неизвестна. Приехал на родину, а его друг Амангельда Яманов, значит, он его, значит, поговорили, они говорят, давай твои фотографии, папа говорит, поедем вдвоем по аулам. У него был, в Турции он купил кинопроектор, и, значит, кинопленки были примерно от тех стран, где он бывал. И он рассказывал о том, как там живут, где он бывал, значит, как там живут богатые, как живут бедные, что тоже много бедноты, значит, ну, несправедливости много. Реакция властей на эти действия была незамедлительной. Алибиджангельдин был изгнан из страны. Он был сослан в Крым. Там он вступил в ряды коммунистов. Был активным сторонником и агитатором революционного переворота. В 1916 году, по заданию большевиков, он вновь вернулся в казахские степи. Но на этот раз он вел свою работу подпольно. Именно в это время шла кампания по привлечению казахов на тыловые работы. Народ был возмущен. Указ царя вызвал протесты восстания. Его лидерами стали Амангельда Иманов и Алибиджангельдин. Руководство восстания приняло решение направить в Китай посланников с просьбой о помощи восставшим. И эмиру Бухарскому в Афганистан отправить, чтобы Афганистан смог помог. И в Афганистан отправили Джангельдина. Однако Алибиджангельдин не поехал в Афганистан, потому что началась февральская революция. Он отправился в Петроград, где власть перешла к Временному правительству. С трибуны Государственной Думы он выступил с речью о положении дел в казахской степи. Ему удалось убедить вернуть отряды, направляемые Госдумой для подавления восстания в казахскую степь. Февральская революция переросла в Октябрьскую, и к власти пришли большевики во главе с Лениным. Они провозгласили о праве самоуправления народов, угнетенных колониальной политикой. Об этом мечтали и Алибиджангельдин, который на тот момент был уже одним из большевистских лидеров, и Алиханбукиханов, предводитель движения Алаш. Вся жизнь этих гигантов была посвящена одной идее – свободе и независимости казахского народа. Руководитель научной экспедиции Саппар Искаков встретился с сыном великого писателя Муратом Ауэзовым. Как только мы произносим имя гения Мухтара Ауэзова, сразу же приходит мысль о его гениальном произведении «Абайжола». Эта книга вошла в коллекцию передовых творений человечества. Прекрасным художественным языком в романе повествуется жизненный путь не только великого поэта, но и целого мира кочевой цивилизации. Вот именно в 30-м году, после этого вовремя этой коллективизации, Мухтар Ауэзов, до этого он уже признанный автор пьес, признанный автор рассказов, повести, уже уверенно на ногах стоящих человек, он предпринимает просто такую очень рискованную попытку, небывалый жанр в казахской литературе, в центрально-азиатской литературе, он приступает к роману эпопеи. Почему? Потому что трагедия, о которой он собирается рассказать, это уход с арены, исторической арены, потрясающего мира конно-кочевой цивилизации. Это роман эпопея «Абайжола» на венгерском языке. Правда, в переводе называется «Путь поэта». Была издана в 1956 году. Переводчик – венгерский поэт Жужа Раб. Книга найдена не так давно в Будапеште, в Государственной библиотеке Сечени. Интересен тот факт, что оригинал романа, вернее, его четвертый том, был полностью завершен Мухтаром Ауэзовым также в 1956 году. Получается, вышедшая в свет книга тут же распространилась по всему миру. С тех пор она переведена на 120 языков, то есть представителей 120 различных народов, знакомы с творчеством великого казахского мыслителя. Еще одно монументальное произведение Мухтара Ауэзова – «Повесть Хылы Заман». Историческая книга вышла в свет в 1928 году. В ней описано восстание 1916 года в ЖТСУ. Свидетелем написания повести был ученый Алкей Маргулан. В своих воспоминаниях он рассказывал, что Мухтар Ауэзов, учившийся тогда в Москве, неожиданно уехал в Алматы. Великий общественный деятель, это невероятно высокого уровня была интеллигенция в начале 20 века, последователи Абая, это вот джигиты, я их называю, Аллашарды. Вот они по существу дали ему задание, два таких задач совершенно очевидных, это установлено учеными. Первое, чтобы он написал о Японии. И вот 19-летний Мухтар Ауэзов написал потрясающую статью, она вышла, «Япония» называется. А другое, это, конечно же, о восстании 16-го года. Восстание 16-го года – это было последнее по времени солидарное, совместное выступление с оружием в руках народов Центральной Азии. Основная часть народа не знала о национально-освободительном восстании в Семеречии, в Каркаре, Кегене и Нарнколе в 1916 году. Много людей погибло тогда. Главным поводом к восстанию послужил указ царя о призыве казахов на тыловые работы. Известный степной оратор Жаминке и Батыр Узак возглавили восстание. На его подавление царь отправил многочисленные вооруженные отряды, которые убивали всех подряд, в том числе и мирное население. Обо всем этом написал Мухтар Ауэзов. Но прежде он побывал в местах, где проходило восстание, встречался с аксакалами-очевидцами и собирал информацию. Так появилось историческое произведение под названием «Кылазаман». Книга позволила потомкам узнать, как все было на самом деле. Это очень важный момент летописи Великой степи. Ахмед Байтурсынов, Алиби Джангильдин, Мухтар Ауэзов – выдающиеся сыны казахов, которые, не щадя себя, боролись за интересы народа, за его свободу. Мы еще вернемся к путешествию научной экспедиции по следам предков в Алматы. В следующем фильме мы расскажем о первом министре обороны Казахстана, генерале армии Сагадати Нурмаганбетове, легендарном поэте, авторе знаменитой поэзии «Азия» Олжасе Сулейменове, а также о покорителе самой высокой точки планеты Максути Жумаеве, водрузившем там казахстанский флаг.